последние два дня выживаю таким образом были нервы и слезы там была такая постава которую я была не готова период сдачи егэ день 1 до русского остался один день у меня тотальное повторение я распечатала скрипты и сегодня будет завершительный заключительный вебинар по русскому языку тестовая часть сочинение там будет и просто будем все обобщать повторять также чем если не планирую заниматься потому что до русского меньше чем сутки я буду читать вот это это скрипты все по сеории которые у меня были за весь год но тут еще практика конечно я это все читать не буду понятное дело но какие-то завальные темы повторю и сегодня хочу сделать упор на сочинение потому что больше всего волнуюсь я именно за него поэтому я буду просто их считать повторять клише и повторять виды связок так вот это все выглядит пугающая надпись так я наконец-то готова поделиться как прошел экзамен по русскому языку потому что самый день экзамена я была совсем не в состоянии потому что были нервы и слезы честно говоря у всего нашего региона города и в целом по всей стране я думаю вы наслышаны что егэ по русскому 2024 год не особо был хорош именно текстами для сочинений они достались сложными скажу сразу меня был не самый сложный текст про отдых и труд васильева но он все равно был неприятный и во время самого экзамена я напугалась и поняла что сейчас будет сложно главная проблема она меня сопровождает так сказать везде это нехватка времени я просто не успеваю и так получилось что я не успела проверить тест и соответственно у меня очень много времени ушло на сочинение в котором я тоже не уверена мне кажется что я допустил ошибки просто везде как будто бы я сделала повторы как будто возможно я где-то ошиблась пунктуации возможно мне слетела логика но мне кажется я немножко уже преувеличил потому что я остыла но в самом деле экзамена мне казалось именно так потому что я не довольна своим сочинением не довольна вообще этим вариантом он был достаточно сложным и в общем я была такая расстроенная разочарованная день сейчас уже поостыла но если честно я не хочу видеть результаты кстати я нашла одну ошибку в тесте это шестое задание я вообще не знаю как можно было в нем ошибиться у меня целом за весь год не было ни разу ошибки в том задании я всегда подбирала эти слова но почему-то я не сообразила задание в моем варианте было достаточно сложным такое я ранее не встречала потому что решала я супер много я писала очень много сочинений очень много тестов и весь год готовилась очень активно в общем что я хочу сказать тем кому только предстоит сдавать экзамены ога и г неважно ни в коем случае не накручивайте себя прямо во время экзамена не паникуйте не стрессуйте потому что это ничем хорошим закончится и скорее всего где-нибудь вы ошибетесь или что-то сделаете не так потому что у меня скорее всего будут те ошибки которые я допустила осознанно то есть я знаю какие у меня будут ошибки и это очень плохо и моменте из-за паники я не смогла это никак исправить мне не хватило времени и не хочу видеть результаты вы сейчас их увидите забиваю результаты там вошелась самом деле мне мама чуть-чуть проспойлерила я узнала примерно но честно не думаю что именно так будет 91 сейчас буду смотреть ошибки с шестого задания я знала что ошибка и ее еще на экзамене обнаружила 21 это моё самое любимое задание было и конечно на экзамене ошибки соответственно сочинение 20 21 вы хотите сказать что меня только тест почти подвел тест они сочинили у меня сейчас у меня рука дрожит просто пункту пунктуация одна ошибка это очень странные эмоции я вообще я в шоке я в шоке ладно я все равно очень рада можно немножко выдохнуть ребята честно я нахожусь сейчас в состоянии шока от своих результатов и искренне хочу вам посоветовать онлайн-школу егэхаб которая приведет вас к высокому баллу на егэ формат вебинаров супер удобный они проходят три раза в неделю и именно они в совокупности домашками обычно приводит всех ребят к высоким баллам я считаю что без онлайн-школы у меня не получилось бы достичь хорошего результата на экзамене потому что она дала мне всю информацию которая необходима на экзамене я своевременно выполняла все домашние задания смотрела вебинары поэтому у меня получилось достичь такого результата ссылочку на школу я оставлю в описании желаю всем самых высоких баллов сегодня 29 число я сдала русский и мне осталось подготовиться только к обществознанию и базовой математике и все я наконец-то буду свободна от егэ уже очень жду этого момента останется только готовиться к двое сейчас 9 вечера и за весь день я впервые выбралась на улицу до этого полностью сидела за столом подготовки ужасно просто такая здесь красота супер уютно тут находиться и к общаге конечно готовится в разы приятнее чем в доме потому что свежий воздух и птички природа зелень очень приятно радует глаз сегодня математика я сдаю базу поэтому мне сильно можно не волноваться но все равно чуть-чуть страшно что что-то пойдет не так в целом думаю все будет хорошо котя я надеюсь ты за меня переживаешь поддерживаешь все дела ура я сдала базовую математику и мне осталось только обществознание пришла в баню готовиться сейчас расскажу как прошло в общем думаю по мне видно что прошло все хорошо правда я ушла спустя час потому что я не решала последние три задачи и остальное вроде как решила что-то если честно наугадну в целом думаю все должно быть нормально мне без разницы какой будет балл главное сдать и получить эти стат поэтому я супер рада что математики в моей жизни больше надеюсь не будет ну по крайней мере в таком количестве как в школе до общества пару дней и я смотрю восьмичасовый вебинар или семичасовой завтра будет то же самое может такое быть что вы соберете комбо и в одном господи я уже устала сидя смотреть вебинар поэтому решила прилечь и чтобы было удобнее читать вот что я сделала я просто перевернула ноутбук отлично и лежу вот так вот че то это уже просто жесть конечно не особо удобно но как есть последние два дня выживаю таким образом в общем сдала я обществознание предмет по которому я знала всю теорию конституцию и была готова правда ко всему тестовая часть была нормальная я ее сделала за 10 минут правда скорее всего допустила одну ошибку как я думаю пока мне не понятно но я кое в чем сомневаюсь вторая часть была сложной первые несколько заданий были по праву дальше ну соответственно все другие блоки и там была такая подстава которой я была не готова 25 задание попалась вообще какая-то странная теория которую я не проходила она не странная ладно но в общем я растерялась и мне был непонятен один вопрос по которому я до сих пор сомневаюсь нужно было назвать финансовые организации которые являются посредниками и все это вся формулировка ну и соответственно проиллюстрировать там вот примерами в общем я не знаю чего ожидать я была после экзамена расстроена я написала вообще все но просто в каких-то заданиях была совсем не уверена я совсем не знаю каких результатов ожидать надеюсь на хорошие баллы но обидно конечно что знала все и попалась то чего даже к чему даже не готовилась мне рука просто про это сердце бьется сейчас я пока оценю на результат 90 баллов ну то есть одна ошибка как я и думала ну то есть я знала что в этом будет и это все 25 задание у меня все правильно кроме 25 задания где финансовые посредники которых я просто не знала и все что все отлично вообще по факту там для поступления но мне обидно все равно одно задание я все равно рада и по крайней мере тому что это можно все забыть меня это больше никогда не коснется все бай а Продолжение следует...